Мобилизованные военнослужащие Мобилизованные военные подготовки с нами никто не проводил. С 29 октября по 29 ноября находились в палаточном городке вблизи города Миллерово, где также никакой подготовки с нами не проводилось. И там нам также утверждали, что наша задача это нахождение в третьем эшелоне и охрана важных объектов. 29 числа нам зачитали боевое распоряжение для выдвижения и занятия обороны в зоне боевых действий поселок Кременая. По прибытию мы начали занимать оборону, готовили огневые позиции, блиндажи для размещения личного состава. Около двух недель мы не знали, что впереди нас расположены наши войска численности около роты. Узнали мы об этом в ходе своих разведывательных действий, после чего было положено с ними взаимодействие. Взаимодействие с этими войсками мы скрывали опорные пункты противника, брали пленных. В один из дней войска, находящиеся впереди нас, попросили о помощи. После чего мы выдвинулись к ним и отразили атаку противника силами одного танка и группой пехоты. Танк был уничтожен. На следующий день войска, находящиеся впереди нас, были уничтожены противником. А часть была выведена на наши позиции под наше прикрытие. После всего этого линия фронта сдвинулась на наши позиции, и мы стали первым эшелоном. Примерно с 20-х чисел декабря по нашим позициям активно начала работать артиллерия противника. Наши подразделения смело и храбро отражали наступление пехоты противника. Перед Новым годом наши позиции были усиленно мобилизованными в пехотной дивизии десантников. За 10 дней из нахождения наших позиций они понесли потери около 50% личного состава. Нашими силами без поддержки артиллерии и бронетехники был остановлен прорыв противника силами до двух танков и БМП. В ходе чего один танк и БМП были уничтожены. Но это только разузлило врага. И натиск артиллерийского и танкового огня по нашим позициям только усилился. Действовали они безнаказанно. Огневого поражения нашей артиллерии по ним не производилось. Один из дней сконских десантников меняли на свежие силы. Нас же менять никто не собирался. Шли 42-е сутки нашего бессменного пребывания на позиции.